И я думаю, что это Бхаммад, его и Расул, и я уверен, что Мухаммадюól, его и Расул. А еще, с учетом, я даю дуладь о том, что он и дуладь спорта, после того, как Шейх воспалил Аллаху, произнес вступление, он говорит, что сегодня мы с помощью Аллаха поговорим о небольшом наставлении, касающимся или в этих 10 последних днях рамадана шайтан им просим мало защиты от него он не хочет чтобы мы заставили ночь предопределения потому что вот это вот заставание ночи предопределения ночи могущества для людей кадр как бы разрушает все все тут все то нечестие которое совершает шайтан поэтому он стремится к тому чтобы людей отвлечь от того чтобы они застали ночь предопределения и мы говорили ранее что самая главная проблема далеко не в шайтанах из числа джиннов да конечно у них есть проблема от них есть вред но зачастую больше вреда бывает даже от людей от шайтана говорит что некоторые люди говорят все я вот увидел во сне что ночь предопределение уже закончилась она уже была эти слова означает на самом деле что что подразумевает под этим что все не больше не молитесь больше не обращайтесь калаху с дуа с просьбой обращения и так далее некоторые люди других отвлекают что пойдем поговорим пойдем походим где-нибудь по рынкам о том о всем поговорим поразговариваем эти ли эти дни на самом деле они не для этого они не для игр они для развлечения эти игры эти дни извиняюсь даже если мы не застанем допустим до ночь предопределения мы будем записаны у лао субхана аута али что мы те кто выстаиваем ночью молитвы говорит если бы в течение всего года то есть какая-то ночь была бы ночь предопределение не только последний с ним местами ночей рамадана а вот течение всего года в любую ночь если бы было в течение всего года то есть любой день всего года любую ночь всего года то мы бы что говорили об усердном совершении молитвы ночных в течение всего года то есть каждую ночь я так слава ши ха ши саваи блин кайми рахмала мы сейчас что мы выстаиваем молитве всего лишь 10 ночей это не так много это очень мало на самом деле некоторые люди говорят что я хочу какую-то пользу принести исламу я хочу какую-то роль в исламе сыграть ты сыграет и сделай то что можешь сейчас это вот выстаиваем молитвах ночи эти последние десять ночей поэтому как бы мы наставление моё вам чтобы мы не отвлекались ни на что эти последние 10 ночей с выстаивали их молитве особенно последнюю треть ночи то есть что наши широте это примерно последние до фаджра последние часа два два с половиной приблизительно так сейчас шейх поговорить немного рук я там был вопрос про руках очень много людей ищут чтецов часов которые читают куран для заболевших то есть для больных монета делают что с тобой случилось такого он говорит что у меня сглаз меня сглазили у меня колдовство мне порча я больно и так далее зачастую это все очень мнимое мнимые то есть показания на самом деле у него не очень нет то есть ему кажется я иногда например молитве не не внимательный то есть не могу сосредоточиться и так далее говорит и вот некоторые такие вещи альф дула рта стопы от даха вала тишок фиа я полна рамлящик об этом если ты ему дашь тысячи долларов чтобы он их почитал и скажется можно их посчитать правильно то есть без сомнений он скажет да конечно смогу нет проблем хорошо почему тогда ты начинаешь сомневаться во время совершения молитвы почему ты говоришь что у тебя сглаз что тебя джин что тебя порчу и так далее и поэтому что не стоит обращать на все это внимание будут мнимые всякие да вот вещи когда не надо на них обращать внимание не нужно ходить искать что чтецов которые читают руки отчитают заклинания потому что когда человек обращается к ним он выходит из тех 70 тысяч которые войдут в рай без расчета и без наказания и пусть человек читает сам на себя сам себе читает пусть он совершит произносит слова поминания аллаха утренными и утренние вечи вечерние пусть читает для себя суру аль-фатиха открывающую первую суру аль-фатиха является что заклинанием истинным испытание болезни они бывают у всех людей когда нас постигает испытания что мы делаем что нам делать нужно ли нам что обращаться к людям к творениям аллах спад нет нам необходимо обращаться к аллаху субхану то-то аннаси ханнаси ханнаси ханна на поэтому я даю наставление что не обращать внимание на такие вот мнимые всякие предположения что там у тебя как бы порча что у тебя как бы болезнь что это так и околдован и так далее что у тебя сглаз не нужно идти никаким чтецам и так далее что ты вздох ты здоров тебя все хорошо прошлом уроке был вопрос о том можно ли человеку который хочет допустим сесть кружок знания кружок по изучению курана перед этим постоянно что совершать два рака то как бы прося благодатью вам субхану таре и мы шейх говорит ответили что это не передается нет пророка саллах салима не от салифов нет праведных предшественников и задающий вопрос повторили повторил вопрос и спросил но хорошо что делать с известием о том что лимом аль-бухари рахмаллаху тали он совершал два рака то перед тем как хотел внести какой-либо из хадисов в свой сахих книгу по сахих это молитва была не для благодати какой-то и так далее это молитва что называется молитва из тихара известная всем нам когда человек обращается к аллаху субхану талиф когда сомневается сделать что-то или нет так вот он обращался к аллаху субхану с этой молитвой из тихара нас научил пророка салла салима перед тем как носить хадис в книгу сахих вносить его или не вносить и потом важная очень основа что даже кто бы то ни был если человек в чем-то противоречит сунне пророка салла салима пути касалу ассалима тонн было верено следовать пути пророка не любит его людей кафир минонас фи-хаде хил а я ладжи и на алмала калмур тема дайорджи и у нас проблема говорит что очень распространено это то что люди обращаются своих когда ищут какие-то ответы на вопрос обращается некомпетентным каким-либо людям обращается ником не каким-то известным своей праведности правильностью сайтом ищут вопросы допустим своих google и так далее и мы говорили говорили на прошлом уроке что основа в том что человек должен обращаться их тебя проблемных ситуациях обращаться к большим ученым которые известны и которым мы доверяем и известны своих преданности правильного пути и анна лан аксарал и шкала тела титаре коллова супа ази и лваша и аль-эти фил галиб лакеншур илла ашуро лакеншур илла ахта латурит илла и брода на санидин и поэтому большинство проблем которые сегодня происходит у нас это зачастую причина их вот эти вот современные средства общения разные социальные какие-либо сайты где люди общаются люди обмениваются информацией почему потому что тут как бы люди распространяют разные ошибки распространять разные заблуждения и как будто бы цель всего этого отдалить людей от религии под лозунгом религии был вопрос о том что делать человек который молится за имамом то есть молящийся за имамом когда слышишь что имам читает аяты о котором упоминается рай в котором упоминается ад и тому подобное что делать тому кто молится за имамом в добровольных молитвах желательных то есть не в обязательных то что когда имам читает такие аяты где группа упоминается какое-либо благо допустим рай и так далее что желательно тому кто молится позади за имамом чтобы он может говорить что просить его ласку анатоли этого благо это желательно урок когда упоминается аят которым есть упоминание какого-либо наказания то есть конечно понятно он там не должен распинаться долго допустим вопрос был про арендованные помещения под мечети то есть который является преимуществом мы вопрос можно ли с таких мечетях совершать и атикав то есть пребывание мечети последние десять ночи рамадана и шаг говорит что да это позволено если там совершается коллективная молитва то это позволено эти графа совершается на байда то есть да а в и и и и и и и и Я хочу на тебе, я хочу жениться на вашей дочери. В первую очередь необходимо указать, что не подобает. То есть не нужно говорить, что непосредственно с женщиной. В первую очередь необходимо обратиться к ее отцу, к ее брату, то есть к кому-либо из ее пикнов. Шей говорит, что женщина в исламе, то есть Аллах, что он, например, даровал ей благо. В том смысле, что это не какой-то товар, который приходит себя показывать, начинает общаться и так далее. Нет, женщина в исламе – это как оберегаемая драгоценность. Поэтому мужчине не подобает, что идти к ней напрямую. Некоторые люди говорят, что в этом плане… Ну, попуститесь, если к этому относятся. Что касается разговора с женщинами, сидеть с женщинами, общаться с ними и так далее. Нет, не поступай таким образом. Отдались от женщин, максимально отдались. Если в мечети мы сейчас видим, что мужчина от женщин отделены в разные залы. Что говорить уже в дни мечети? Поэтому если мужчина засватывается к женщине в том смысле, что предложил ей что женитьбу, то другой человек не может к ней свататься до тех пор, пока женщина ему не откажет или же этот мужчина сам скажет, что всё, я оставляю, я не буду… Я уже никогда не приняду на них. Был также вопрос о календарях, где… То есть про время намазов. Некоторые люди что заставляют других сомневаться в отношении правильности вот этих вот календарей, где есть расписание молитв. Мы говорим, что в таких вопросах можно сказать, что когда-то необходимо обращаться к большим учёным. Не нужно что брать на себя ответственность и говорить, что эти календари, их не было во время сподвижников, эти календари неправильные, почему мы следуем им и так далее. Откуда у тебя это? Почему ты не обратился к большим учёным 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 учёным? И эти календари, говорят, что… Ну, Шей говорит про календари. Что их, когда делали, советовались большими учёными и так далее, что это даже более безопасно для людей, что они основываются на этих календари, а не на слова каких-то людей, ну, и не основываются в своей посте, в своей политике, на слова каких-то людей, а основываются на календаре. И говорит, что некоторые люди, что слышат азан, допустим, в мечети, азан на молитву фаджр, на утреннюю молитву, и продолжают кушать и говорят, а я же не вижу, что фаджр настал, я не вижу, вот я смотрю и не вижу, что фаджр настал. И Шей говорит, как ты можешь, скажем, видеть фаджр тогда вокруг столько света в городе, ты находишься в городе, есть здание, где есть свет, просто его не увидишь. То есть эти три истории, говорят, знающие будут. О, братья, мы, говорит, что доверяем большим ученым, доверяем их в вопросах важнее, чем эти, в вопросах акейды, в вопросах вероучения мусульмана. Ну что же, говорит, вопрос актитуры медиа, это вот время молитвы. И мы поэтому будем следовать этим расписанию молитвы, будем следовать, совершать молитву в соответствии с ними, кроме как если какой-либо из ученых даст факту неправильности того или иного, допустим, да, расписания. И Шей говорит, что эта фатва должна быть каждой, каждом местности, и каждое время отдельно. То есть это не так, чтобы 10 лет назад кто-то из шейхов кто-то что-то сказал, что где-то что-то неправильно, и теперь применять это на все, на все страны держат мусульманы, мусульмане на все времена нет. То есть это не так. Также был вопрос о закате, можно ли давать сыну закат. Некоторые люди в основе своей не хотят выплачивать закат. Потому что выплачивать закат ему не тяжело, ему просто душевно тяжело отдавать кому-то деньги. И что, как бы, что придумывать шайтан в такой ситуации? Шайтан хочет, чтобы ты что-то, чтобы ты не выплачивал закат, чтобы ты был жадным. Потому что шайтан, говорит, хочет для этого человека нищество, для него бедность. Потому что человек, который не выплачивает закат, в его имуществе нет барака, нет благодати в его имуществе. Некоторые люди говорят, хорошо, тогда я буду выплачивать закат своей жене, допустим. Или маме своей буду выплачивать закат, допустим. Или, допустим, сыну своим отдам закат. Почему? То есть, почему он это делает? Он говорит, что они нуждаются в этих деньгах. Аллах говорит, что нам повелел выплачивать закат восьми категориям людей. И среди них нет ни сына, ни матери, ни жены, ни сестры. И не... ... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok